Для Яны Бобровой туризм это профессия. Профессионал в своем деле советует. Хотите даже в отпуске за границей чувствовать себя как дома, езжайте в Черногорию. К русским здесь относятся с большим уважением, языкового барьера практически нет. Черногорский язык очень понятен, очень много сохранилось корней славянских языков, поэтому не составит труда объясниться с любым черногорцем. Это страна для активных. Полная противоположность ленивой Турции. Системой все включено. Многочисленные экскурсии, горные тропы, разнообразие пляжей. Не нужно планировать пассивный такой отдых, нужно передвигаться. То есть там очень хорошее автобусное сообщение, очень много прокатов пунктов проката машин. То есть можно, в принципе, передвигаться без экскурсий, просто самому. Лежаки и зонтики, как правило, платные, но правила хорошего тона позволяют лежать на полотенцах. Стоимость экскурсий по стране 5-10 евро. Впрочем, побывав в Черногории, можно убить сразу нескольких зайцев. Если человек поехал в Черногорию, он может отметить целых 5 стран. Он может съездить в соседнюю Хорватию, он может съездить в Боснию-Герцеговину, он может съездить даже в Албанию, он может съездить даже в Италию, причем без визы. Национальные блюда просты и доступны. Ждать аппетитных чудес, искать здесь кулинарные деликатесы мирового масштаба нет смысла. Зато вкусно и недорого поесть, не опасаясь негативной реакции желудка на незнакомый продукт, здесь можно. Это здоровая, понятная нам кухня с огромными порциями. Такой баранины, как я ела в Черногории, я, наверное, нигде больше не ела. Купальный сезон начинается с середины мая, длится до октября. Пик сезона и цен – июль-август. Если вы едете в июне, вам это будет стоить дешевле. В Черногорию с Перми можно попасть прямым рейсом. Редактор субтитров А.Семкин